Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы проводим очередной открытый кубок чемпионата Соликамского городского округа Северная Лига! Тема игры «Не забудь себя поздравить». Отметим, у трех из семи команд был дебют. Шутили обо всем. Так, например, команда КВН из технологического колледжа «Сколько только как» обыграла тему кубка. К тому же так случилось, что в этот день, свой день рождения, отмечал соликамский мысляков-младший Даниил Кетов. Что-то мы совсем от важного отошли. Кто-нибудь помнит, зачем мы вообще сюда пришли и какая тема нашего сегодняшнего выступления? Не забудь себя поздравить. Ну вот, а мы забыли. А кое-кто не забыл и даже игру КВН по этому случаю перенес. Не так ли? Даниил Олегович, встаньте! Дорогой, да что уж там! Бесценный Даниил Олегович! Пушкин! Мы дарим вам этот скромный подарок. Нет, нет, вы ничего такого не подумайте. Эта карта ваша, Пушкинская! Поздравляем! Сразу после выступления команда поделилась своими впечатлениями. Как ощущения? Рассказывайте. Очень было сложно, но мы справились с этим. Страшно. Мы выступали первые и это главная проблема наша была. Мы должны были разрядить публику. Но мы справились, зал смеялся. Я очень этому рад, что мы это все сделали. Ребята очень волновались. А вот другая команда, бойцовский клуб, чувствует себя на сцене, как рыба в воде. Их выступления мы смотрели за кулисами. Эта игра у нас столько жесткая, что даже Асашова посадили. За что посадили? Жюри посадили. Подошли сюда? Вы что? Обалдели совсем! Асашова посадили! Человек только к садикам приехал. Нельзя такой за сценой говорить. Задящий мэр! А как я про меня это такое скажу? Член жюри, глава города Евгений Самоуков юмор ценит. Евгений Николаевич, скажите, большинство шуток про вас были отменены редактурой. Скажите, про вас шутить нельзя? Да я бы это не узнал. Почему? Нужно? То есть в следующий раз над вами можно пошутить? Да конечно. Почему нет? В этот вечер зал аплодировал также командам из социально-педагогического колледжа, Автодора, Первой гимназии, команде ЦРТДЮ «Звездный» и гостям города, команде барабанда из Березняков. Семь команд и все семь команд были особенные по-своему. Если можно было бы дать всем первые места, сам бы лично всем раздал бы. В итоге лучшими жюри признала команду КВН «Бойцовский клуб». Также от имени главы Соликамского округа Евгения Самоукова при поддержке компании «Уралкалий» победителям вручили сертификат на сумму 30 тысяч рублей на развитие команды. Я не знал, что у нас столько одновременно играющих команд в городе. Действительно, сегодня мне очень понравилась команда «Бойцовский клуб». Мы много по этому поводу как раз не дискутировали. Они однозначно сегодня были лучшими, победили. Я, честно скажу, вспомнил свою молодость, как мы играли в КВН. Компания «Уралкалий» традиционно поддерживает молодежь города. Я думаю, что эти молодые ребята запомнят эту победу надолго и, наверное, встретимся на следующем КВН. Администратор чемпионата КВН «Прикамья» Игорь Асташов пригласил все команды на 25-й фестиваль команд КВН «Пермского края», который состоится уже 24 декабря, и вручил специальный приз. Еще есть спецприз специально от чемпионата КВН «Прикамья». Мне доверили его подарить. Я хочу его вручить команде КВН, которая мне сегодня очень понравилась. Ребята, я сейчас на вас не смотрю, мне неловко говорить, видите, как я забываю. Вы молодцы. Вы на самом деле большое будущее и смешное будущее Соликамского КВН. Соликамский технологический колледж получает сегодня специальный приз от чемпионата КВН «Прикамья». На ваших экранах все результаты игры. А мы добавим, в «Прикамье» на сегодняшний день действует 6 лиг КВН. В «Остроумии» соревнуются более 7 тысяч веселых и находчивых в возрасте от 5 до 70 лет. Вместе с главой города, игроками и зрителями зарядились позитивом и отличным настроением Олеся Петровичева, Владислав Кириченко и вся телекомпания Соль-ТВ.